Сегодня, друзья, я вам расскажу за броню, которая превосходит даже драконью панцирную тяжелую и уникальное зачарование. Всем привет, меня зовут Сагира Ван, это мой канал Мистер Кэт. Погнали! Всем, всем огромное спасибо, что поддержали мое видео в Fallout 4. И Давакин. Ого! Ну что, мы приплыли на Солцхейм. Теперь самое главное, одно из самых главных, получить древнюю Норвскую Кирку, и вы сможете ее получить в элементарном задании местного кузнеца. Вот, друзья, выполняем этот квест, получаем Кирку и идем дальше. Самые, самые главные пункты, без которых вы не обойдетесь. Как только вы начинаете играть в Скайрим, вы должны немножечко пройти по главному, основному квесту. Прийти в Айтран, убить первого вашего дракона и один раз отправиться на высокий Хродгар к Сидобородам. Потом вы получаете 10 уровень и вас встречают культ Мирака. Вы их уничтожаете и забираете письмо. И отправляетесь на Солцхейм. Начинайте проходить главный, главный квест Солцхейма. Нам надо будет пройти один курган и прочесть одну книгу. Вы первый раз встретитесь с Мираком и отправитесь в деревню Скалом. Далее, друзья, вам нужно будет получить один из криков подчинения воли. Вот здесь застава Сиринга. И начинаем освобождать всех местных жителей. Помните, помните, чтобы все было правильно. Постарайтесь сделать так, чтобы вот эти вот местные твари никого из скалов не убили. Хорош. Есть. Есть, друзья. Также забираем таланты. Камень ветра. И таким образом мы зачищаем все. Обязательно. Все камни на всем острове. Только после этого. Только после этого вы сможете взять этот уникальный квест. И дает его Диор Дровосек. Кто пропал? Это Бальдор. Железный крой. А он наш единственный кузнец. Деревни без него не справятся. Ребят, нам нужно пройти этот квест. Квест вам показывать не буду, друзья. Пройдите его сами. И в конце нужно будет подраться. Или договориться. И по окончанию откроется источник Сталгрима, друзья. Самый большой источник, в котором аж 30-30 кусков Сталгрима. Остальное Сталгрима вы можете найти в других локациях, но не в таком количестве. Ну что ж, вот и пригодилась, друзья, наша древняя кирка Сталгрим. Это древний лед, в который заковывали, замораживали герой в Моровинда. По сути, это обыкновенный лед. Но потом, когда герой был заморожен, маги, маги накладывали на этот лед древнее мощное зачарование. После чего этот лед превращался просто в что-то невероятное. Очень мощный и крепкий материал. И отколоть, который может только древняя кирка. И только, только после выполнения этого квеста, друзья, вам добавится в кузнице. Да, вот оно. Сталгримовое снаряжение. Это и броня легкая, тяжелая. Доспехи, которые сейчас вам покажу, расскажу, ну чтобы создать их, друзья, у вас должен быть прокачан перк. Перк в кузнечном деле, это эбонитовая доспеха. Эбонитовые доспехи, друзья. На самом деле, это очень выгодно и круто, потому что сама броня не уступает, не уступает драконьим доспехам по защите. Да, но она еще уникальна в своем зачаровании. А мы прокачали только эбонитовые и практически получили даже лучше драконьей брони. Легкая броня. Щит не меняется, друзья. Что легкий, что тяжелый, он выглядит вот так вот. Господи, вы посмотрите, какой он кристальный. Стрелы. Так, теперь давайте оружие. Это меч. Сталгримовый, одноручный. Вот такой вот топор. Булава. Очень, очень, очень напоминает Собливина. Согласитесь. И лук, друзья. А, нет, кинжал. И вот, вот лук. Сталгримовый лук. Черт, что это за рыбка? Что это такое? И тяжелая, друзья. Тяжелая сталгримовая броня. О, да. Двуручный меч. Огромный двуручный меч. Двуручный топор. Вы только посмотрите. И двуручная. Двуручная булава. Огромная двуручная. Фу. Булава, ребят. Просто ребята мне спрашивали. Я в прошлых видео показывал булаву. Я такой думаю, черт. А давай-ка я сниму видео. Потому что многие, многие, оказывается, не знают. Ну что, друзья. Из-за уникальность. Уникальность зачарования данных вещей. Также, как только вы попадете на остров, пройдите квест Марш Мертвецов. Он сразу, сразу к вам липнет. Ну, помните, вам нужно пройти форт Морозного Мотылька и получить уникальную, уникальную булаву. Дубина защитника. Текстура у нее уникальная. Вы только зацените. По-моему, она прямиком с морки, да? С моровинда. Но, друзья, нам придется с ней расстаться, потому что мы должны получить не менее уникальное зачарование, которое есть только на ней. 50% шанс для каждого из трех элементов огня, холода и электричества нанести 56 единиц урона. Забираем. Почему оно лучше драконе панцирной? На самом деле, защита у них полностью одинаковая. Но, но, друзья, зачарование, которое вы накладываете, да, которое вы накладываете на эту броню, на 25% эффективнее. Таким образом, оно просто-напросто круче. И эти вещи дороже. Да, ребят, смотрите, сапоги. Выбираем, берем камень душ, зачарование, и вы можете нанести сопротивление холоду на 25% мощнее. Если, например, электричество только 54, то холод это 67. Как видите, у меня сет Азидала. И еще я взял талант черной книги. Так, друзья, кто не знает, сет Азидала вы берете в кургане Кольберн. Очень-очень долгий паутный квест. И курган Белого Хребта. Здесь черная книга, в которую вы берете талант. Смотрите, активные таланты. Вот, гения Азидала, это увеличение вашей навыки зачарования на 10 пунктов. А Искатель Волшебства, это зачарование на 10% более эффективное. Я не использую, не использую больше ничего. Ну, конечно же, конечно же, ребят, вы можете использовать еще зелье. Таким образом, вы улучшите эти показания и просто обалдеете. Также, друзья, обязательно теперь смотрите, что у вас должно быть прокачано. Зачарование на соточку. На соточку вот эти вот две, две ветви обязательно должны прокачано. И еще, за который пункт многие-многие-многие забывают, это разрушение, друзья. Да, качайте его. Качайте, если хотите получить максимальный бонус. Нужно прокачать на 60, чтобы все прокачать. И мороз, и огонь, и молнию. Эти пункты, друзья, обязательно, если вы хотите получить максимальный и невероятно секретный бонус. Теперь, смотрите. Берем, например, предмет. Топор. Камень, тут же большой. И зачарование. Зачарование холодом. Наносит на 67 единиц больше урона. Если мы сравним с другим, с огнем, например, топ-54. То есть плюс, плюс, друзья, 25 пунктов. Но есть такая фишка. Если вы прокачали зачарование на соточку, смотрите, что происходит. Вы накладываете на огонь и накладываете на холод. Таким образом, вы получаете, получаете 101 единиц урон холодом. 101. Я не понимаю, почему срабатывает такая математика. Но урон значительно, значительно увеличивается. И очень круто. Но, друзья, это еще не все. Вы также можете этот урон еще улучшить. Смотрите как. Так, берем наш хаотический урон и получаем 236. 236 урон от каждого элемента. Плюс, теперь смотрите, обязательно холод берем. И получаем еще 151 единиц урона холодом. Вы представляете, сколько это урона. Также, друзья, вы это оружие можете переименовать. Нажимаете букву F. И как хотите, называйте. Как хотите. Давайте назовем Какафа. Энтер. Да. Да. Какафа легендарная. О, черт, ребят. Вот такой вот подарок нам преподнес. Прекрасный момент. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и комментируйте, друзья. Если вы знаете еще какой-то фокус. Как можно это все улучшить. Да, из зелья, да, из кольца. Может, что-то еще есть? Может, что-то я пропустил? Пишите. Пишите в комментариях, друзья. Все. Счастья, здоровья вам. И с наступающим.